В основном кооператив «Новая жизнь» занимается выращиванием зерновых культур. С их полей кукуруза, подсолнечник и пшено попадают на прилавки Чувашии, Мордовии и других республик России. Сейчас посевная кампания почти завершена. Владельцы идут в ногу со временем. Автопарк пополняют импортные рабочие машины. За последние 5-6 лет мы обновляем технику, большими темпами идем. В прошлом году было закуплено два новых комбайна. Комбайна класс Туркана 580, это с гибридными дверцами. То есть при урожайнице, которое мы уже практически получаем, как в Краснодаре, там 60-70 центнеров, то есть вот эти гибридные комбайны очень хорошо с этим урожайом справляются. Однако, несмотря на мощный двигатель, машины служат недолго. Виной тому некачественное дорожное покрытие. Проблема дорог прямым образом сказывается и на сборе зерновых культур. Техника ломается по несколько раз в год. К примеру, одна деталь такой машины может достигать несколько десятков тысяч евро. По словам Александра Харитонова, в окрестностях асфальт меняют почти каждый год. А вот условия укладки не соблюдают. Как итог, ямы и ухабы. На проблему обратил внимание депутат Госдумы Владимир Кононов. Техника новая, хозяйство современное, технологии современные, можно сказать, практически прорывные. Нужна дорога. Нужна дорога. Да, на поповку. Понятно, будем заниматься. Депутат взял проблему на личный контроль. Развитие сельскохозяйственных территорий – одно из основных направлений на сегодняшний день. На ферме трудоустроены 73 человека, а общая площадь полей – почти 10 тысяч гектар. Александра Никитина, Артём Куранов, Управда ТВ.